Сергий Радонежский. Путь к общине. Сергий всю жизнь работал так, как не можно было на далеких фаланских югах. Он работал в надрыв сил и свыше сил. Сергий мирил князей и строил обители с новым общежительным уставом, где учили писать иконы и книги, где делали дело культуры, духовное дело, потребное в великой стране. А почему он тебя занимает, как ты думаешь? Ну, не знаю. Ты своих заслуг никаких не видишь в этом? Нет. Ну, как-то не вижу все равно. По какой-то причине уж снимают, но я не вижу в этой причине. Ну, есть такие вещи, которые я никому не говорю. Даже скрываю от родных некоторых. Ну, бывает так, что какие-то вот такие не особенные я могу высказать. А такие тайны, которые вот я думаю, что не хочу всем раскрывать, я держу в себе или куда-то записываю в компьютер, где вот даже Антон... Мы не будем трогать Дашины тайны, а поговорим о том, чего она не скрывает, о том, что знают все. Вы знаете, она года в четыре начала рассказывать сказки. Вот уже мама говорила. В три даже. И вот у нас есть друзья, вот они, когда первый раз услышали, она сказку могла рассказывать там буквально час. Там, начиная с Бабьи Ги и кончая там уже современным Милом Штирлицем, все в одной куче. У нее не прерывалась эта сказка. Мы просто сидели и удивлялись просто этому. Вот такой талант проявился в семье Романовых. Сначала малышка выступала в устном жанре, а когда обучилась грамоте, юная сказочница начала записывать свои сочинения. Вы знаете, что мыши, кошки и другие звери не говорят, а чудовища, лешие, кикиморы, черти и ангелы не существует. Так вот, вы ошибаетесь. Если прислушаться и верить, то это существует. Мышонок Я это доказал. Она очень много читает, рассказывает, пишет. Вот она мне часто очень... Баба, слушай, я тебе прочитаю сказку, или там я сочинила стишок. Только глава первая. Знакомство с Я. Мышонок Я, почему его так прозвали, это неизвестно. Он жил в маленьком городе Сыр, и его было очень мало друзей. Жил в доме... Кроме сказок, Даша пишет стихи. Чаще всего это короткие поздравительные эпиграммы по случаю дней рождений друзей и близких. Желаю счастья, море и океан любви, но в этом океане смотри не утони. И еще одно. Желаю кучу игрушек, желаю кучу друзей, желаю кучу подружек и никогда не болей. Но все это, сказки, рассказы, стихи, можно сказать, лишь сопутствуют главному. А главное? Главное – это мечта, с которой Даша Романова живет вот уже 7 лет. Начиналось же так. Сидел 4-летний человечек перед экраном телевизора, смотрел передачу о животных и вдруг заявил – я буду журналистом. После этой передачи она как-то сразу резко спросила «Мама, а что это за профессия такая?» А я ей объяснила. И вот она сказала «Я хочу стать журналистом. Я хочу увидеть мир, хочу показать себя». Ну, в общем-то, может, она очень любознательная у нас такая. Она, как вы думаете, отдает себе отчет, что такое журналистика? Или для нее это пока просто нечто красивое и загадочное? Да, пока это для нее красивое, загадочное. Но пока, может быть, она не знает эту профессию так, как нужно ее знать. Но и мы тоже ее не знаем, по сути дела. Журналистику Даша представляет по-своему. Она у нее вне политики, без так называемых «жареных фактов» и скандалов. А самая главная тема – о природе. Даша мечтает ездить по миру и собирать материал о тех уголках планеты, где пока еще, слава богу, земляне не успели оставить свой разрушительный след. Поэтому среди ее тетрадок и блокнотов со сказочным и поэтическим творчеством есть отдельные для информации. Например, о животных. Или для открытий. Мало ли что может открыть для себя человек в 11 лет. Меня заинтересовала жизнь звезд, которые называют черные дыры. И сегодня неизвестно, что звезды в состоянии пролая, то есть звездного сна, смерти, особого состояния жизни или это будущее Солнечной системы и даже галактики. Жизнь черных дыр очень интересна. Звезды живут по-разному. А жизни звезд нам известно совсем мало. Некоторые ученые жизнь звезд отождествляют с жизнью человека, разумного существа. Некоторые говорят о них, как о костной природе. Некоторые, как о неживой природе. Мне хотелось узнать об этой великой тайне звезд. Почти каждую свою работу Даша оформляет рисунками. Может быть, для наглядности, а может быть, хочет дополнить то, для чего пока еще не хватает слов. Даша, вот у тебя здесь есть тетрадь для всякой всячины. По какому принципу ты ее спирала? Ну, мне стало интересно как-то. А что интересно, о человеке узнать или о нашей планете? Ну, о человеке как-то новое, характер новый. Больше о людях, как они себя ведут. И еще вот я пишу, когда сказку, мне это тоже пригодится. Вот здесь о девочках-вандеркинах тоже мне пригодится. Это уже где-то в конце сказки про мышонка я пригодится. Ну, сюда вклеиваю. Каждый раз, когда приходят новые газеты, все прочитают, я вырезаю и вклеиваю. Все мы, конечно, знаем или догадываемся, почему наши чадо, наши сокровища, продолжатели нашего рода, такие, какие они есть. Именно потому, что они наше продолжение. И ничего нет удивительного в том, что в семье Романовых подрастает такая трудяга. Глава семьи Павел Александрович – мастер на все руки. Он даже мебель делает сам. А недавно Романовы поменяли благоустроенную квартиру на дом в Левобережье, чтобы быть поближе к земле. Домашних забот прибавилось. И мама, например, могла бы оставить свою работу. Все-таки двое детей. Педагогу же Елене Васильевне даже сама мысль об этом кажется кощунственной. Но, как бы ни были заняты родители, у них всегда находится время для дочери. Вечером все равно я дома же всегда нахожусь. Ну, что-то делаем, играем. А что, например? Ну, сейчас в компьютер возимся. Раньше Дэнди играли. На два ростика садимся, играем. Читаем. Читаем. В принципе, я сам люблю читать. Яна любит читать. Вот всегда пристает, какие книги. Читаем. У вас вкусы совпадают? Нет. А вы что любите читать? Ну, я, в общем-то, приключения, детектив, фантастику. Ну, она тоже фантастику любит, я слышала. Да, но она еще у нас возраста слишком разная. Но она у меня просит, вот, пап, дай такую книгу, дай. А это что? А это какая? А это про что? Ну, я ей примерно рассказываю. Она, в принципе, слушать очень любит. А эту буду читать. Даша, она не для тебя еще, не для возраста. А какая для возраста? Дай для возраста. Я говорю, вот на тебе для возраста. В театр ходили с ней. Везде, в общем, я ее никогда не покидала. Все время с ней. Кто кому помогал образовываться? Вы ей или она вам? И она мне, и я ей. Мы вместе с ней. Вот баба, пойдем мы туда. Я говорю, да, пойдем. То в цирк, то в театр. Везде ходили вместе всегда. Я, как мать, требовательна к своим детям. И требую, чтобы они были собранными, учились хорошо. И я нацеливаю, чтобы они учились хорошо. Потому что сейчас, я думаю, пройдет такое время, когда у нас учеба как-то не котируется. Высшее образование ничего не значило. Какой-то был период. Сейчас это все равно все встанет на свои места. И высшее образование, я думаю, будет в нашем обществе котироваться. И люди умные все-таки встанут у власти и встанут на свои места. Все встанет на свои места, я думаю. С такой уверенностью вы и воспитываете своих детей. Да, да. Я так думаю. Если в семье цель дочери стать журналисткой и понимают, и уважают, то среди ровесников наоборот. Все Дашины старания подвергаются критике и сомнению. Но это ее не смущает. Скорее заставляет еще больше работать. Произнесу слово не из Дашиного лексикона. Самосовершенствоваться. Мы играли в школе, вот кем ты хочешь стать. И мне даже все говорили, что это очень опасная работа. Что надо быть серьезно, что я не потяну на такую работу, потому что у меня как-то способностей мало. Но я так не думаю. Способностей каких? Ну, как-то меньше знаешь. Мне вот кто-то говорил, что ты очень мало знаешь, и ты не потянешь на эту работу. Но я так не думаю, я буду стремиться к этому. Павел Александрович, который в молодости, чтобы приобрести дефицитную книгу, собирал и сдавал макулатуру, считает, что при сегодняшнем изобилии информации удел современных детей быть развитыми. Всегда все так говорят, просто сейчас время меняется, мир меняется. Тут от этого не уйти. И новые поколения приходят умнее нас? Да, наверное, умнее. Так и должно быть, мир развивается. А Елена Васильевна, как и полагается, маме и педагогу уверена, что во все времена главное... Это доброта, целеустремленность. Ну и все, наверное. То есть это качество, которое не меняется, независимо от... Какая бы формация ни была во дворе, да? Да. От жизни, независимо от жизни. А вот в наше достаточно жесткое время доброта, она не будет кусаться, не будет против человека работать? Я думаю, что доброта, она во все времена всегда нужна человеку. Поэтому мы отличаемся от животных, наверное, этим. У Даши очень много анкет, в которых отвечает на вопросы и она сама, и ее друзья, и ее родные. Вот она мне разрешила посмотреть анкету, в которой она отвечает на вопросы сама. Вот, она очень ценит такие качества, как добро, красоту души, аккуратность, любовь, уважение. Вот. Хотела бы она походить на Алсу, потому что она очень красивая и популярная, на Джулию Робертс, потому что она красивая, у нее богатые волосы, и она очень популярна. И вот рассказывает тут о своей семье. И дальше на вопрос отвечают ее друзья. Это вот такая вот большая анкета. Там есть еще очень много маленьких тетрадей, в которых вопросы задаются. О том, как провел лето, какие животные нравятся. И что, друзья с удовольствием отвечают на вопросы твоих анкет? Ну да, они отвечают даже с удовольствием. Некоторые им нравятся, и некоторые даже отказываются, потому что как-то уже надоедают анкеты, которые я делаю. Иногда даже отказываются. А зачем тебе нужны такие анкеты? Ну, чтобы больше о друзьях узнавать, вот я, например, хожу с Юлей, дружу с ней, а вообще почти о ней ничего не знаю. Вот сделала анкета, на которую она отвечает. Собирая досье о привычках, достоинствах и недостатках героев своих будущих передач, Даша не забывает и о себе. Ну, мне говорили, что я очень стеснительная, как-то боюсь вот что-то у кого-то спросить, даже иногда. Это так? Иногда бывает. Ты борешься с этой стеснительностью? Ну, да. Как? Ну, я как-то больше уже подхожу к людям, узнаю, даже вот не стесняюсь, как-то спросить время у кого-то. А раньше вот я шла со школы, как-то боялась, я думаю, дойду до дома, так. Сейчас уже больше стало обращаться к людям, и даже вот как-то не боюсь уже спрашивать. Вот так, день за днём, год за годом, теперь уже шестиклассница, школа номер 56, Даша Романова, делает свою кропотливую работу. Работу, которую воспринимает, как нечто само собой разумеющееся. Пусть у неё всё получится. Хотя, наверное, не так уж и важно, станет Даша журналистом, биологом, историком или географом. Ей это всё интересно. Тогда что же важно? Наверное, сама мечта, которая наполняет смыслом всё, что продиктовано естественным детским любопытством и любознательностью. Браво, Даша! Настроение. Когда нет настроения, по комнате хожу, игрушки все бросаю и кукол не вожу. Когда же настроение проявит удивление, я песенки пою, по комнате унылая, я больше не хожу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok